В летние каникулы юные звездочки губернии, делающие успехи в искусстве и спорте, времени зря не теряют. Об уникальных мастер-классах и уроках от метров расскажут наши корреспонденты. Юбилейный туристический слет прошел у подножия Молодецкого кургана. 35 лет поклонники спортивного азарта и туристической песни на несколько дней целыми семьями собираются в живописном месте под Жигулевском, чтобы запастись яркими воспоминаниями на весь год. Чемпионы мира. Какова цена этому званию? Мы побываем в Отрадном. В губернии работает областная программа по очищению водоемов. В ней задействован широкий круг людей. От представителей органов власти и специалистов в природоохранных структурных местах до юных защитников природы, учащихся школ и членов молодежных общественных организаций. В Кенельском районе эта работа ведется и летом, а осенью с началом учебного года продолжится с еще большей активностью. Построение – короткий инструктаж из отдела. У ребят из Молодежного совета экологическая миссия – убрать от мусора и сорной растительности берега старейшего Бобрового озера. По сведениям историков, именно с него началась строиться Бобровка. Еще в начале 18 века первые поселенцы села облюбовали эти места за красоту и богатство. А сама Бобровка получила название от главных жителей водоема. Бобры здесь обитают и поныне, поэтому вопросами сохранения Бобрового озера заинтересовались даже на областном уровне. По Самарской области проводится экологическая акция «Мониторинг по благоустройству водных объектов». К каждому району был выделен объект, но решили, что именно Кенельский район возьмет шествие именно над озером Бобровое. К самому важному этапу акции – уборке берегов водоема – предшествовала настоящая исследовательская работа. Озеры измерили, взяли пробы воды. Так, сегодня площадь зеркала Бобрового озера уменьшилась до 4 гектаров, поскольку питающие его родники забиты илом. Работать экологам предстоит не только на берегу, но и на дне водоема. Поэтому Молодежный совет сотрудничает с Управлением природопользования и охраной окружающей среды Кенельского района. Оно помогло специальной техникой. Работа будет продолжаться. Ну, контакт найден, скажем так, с директорами школ района. И работа вот такая вот, как сейчас проводится на озере Бобровом, будет произведена во многих поселениях с началом учебного года. Это в перспективе. А пока Кенельский район на один чистый водоем стал богаче. Теперь уже дело за местными жителями. Ведь, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Елена Грошева, Николай Лямин, телекомпания «Междуречья», Кенельский район. По традиции, юбилейный туристический слет начался с построения команд и поднятия флага Российской Федерации. Открытие 35-го юбилейного туристического слета прошло ярко и весело. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Взаимная поддержка помогли туристам преодолеть все препятствия успешно. Туристическая полоса проверила команды на сплоченность и умение действовать организованно. Молодец! Дети тоже не остались в стороне для них, были проведены веселые старты. Все без исключения получили медали и сладкие подарки. Кульминацией первого дня соревнований стал конкурс художественной самодеятельности. Командой поведали зрителям и беспристрастному жюри 35-летнюю историю турслета в мини-спектаклях, где туристы показали не только актерские способности и искусство владения гитарой, но и вокал. Без наград не осталась ни одна команда. Каждая проявила свои таланты. В этом году погода была на стороне соревнующихся. Слет прошел успешно, благодаря хорошей подготовке и организации. Олег Калымков, Виталий Шенков, телеканал ФТВ «Жигулевск». Для каждого спортсмена, который посвятил себя большому спорту, главное стремление – победа. Цель – стать чемпионом. Для этого необходима ежедневная упорная работа. Тренировочные сборы – одно из самых серьезных испытаний на этом пути. В Сергеевском районе целую неделю юные гимнастки отрабатывали мастерство и профессиональные навыки с титулованными педагогами из областного центра. Здесь все расписано строго по минутам. Необходимо внимательно слушать тренера, выполнять все его команды и ни на что не отвлекаться. А еще преодолеть себя, побороть лень, переступить через черту под названием «не могу», ведь предсезонный тренировочный процесс – он самый сложный. В течение недели на базе Суходольского «Олимпа» проходили сборы для молодых сергиевских гимнасток. Около трех десятков юных звездочек. Воспитанниц Анны Кадачиговой занимались под руководством не только своего наставника, но и известных тренеров губернии. Мы попробовали это первый раз, и я сборами очень довольна. Прям вот замечательный. У педагогов огромный опыт. Подход и к самым маленьким, и к старшеньким. И детям нравится. Ну, конечно, есть детки, которые приходят со слезами. Ну, это спорт, это не спортивная-оздоровительная группа, группа здоровья. Да, это уже высший уровень. Ксения Рябова и Марина Долганова – самарские тренеры с именем. Их подопечные демонстрируют отменные результаты на российской арене, защищая честь Самарской области. Занятия два раза в день. Сначала с 10 утра до часа дня, затем с 3 часов до 6 вечера. Как уже говорилось выше, тренировочный сбор и процесс ответственный и энергозатратный. Пройти его можно, что называется, стиснув зубы. Иногда не обходятся и без слез. Зато все усилия с лихвой окупятся во время соревнований в виде медалей различного достоинства. Они молодцы, хорошо обучены, обучены трудиться. То есть тренер молодец, приятно была удивлена, что они грамотно, правильно все умеют делать. Ну, а если до спортивного подиума дело не дойдет, все равно польза для здоровья от гимнастики огромна. Для девочки самый хороший и нужный вид спорт, который развивает качества такие, как красота, музыкальный слух, вкус прививает. Родители поддерживают стремление своих чад заниматься гимнастикой. К тому же, по словам папы и мам, приглашение таких именитых наставников – большой плюс. Мы очень рады, нам это очень нравится. Нам, что такие приехали педагоги, как они занимаются, мы в восторге. Вот, детям сначала было трудно в первые дни, но сейчас уже втянулись, и уже сейчас не так уже и мышцы привыкли к детей. Мы хотели бы, чтобы это было каждый год. Сами сборы проходили в течение шести дней, причем к концу занятий число детей только увеличилось. Через полтора месяца стартует новый сезон. Нет сомнений, что и благодаря подобным сборам подопечной Анной Кадачиговой представят Сельгевскую художественную гимнастику во всей красе. Дмитрий Сурков, «Радуга-3», Сергиевский район. В Краеведческом музее Сызрани работает уникальная выставка полотен самобытной художницы, владеющей неповторимой техникой рисования. В то время, когда летом нас не удивишь дефицитом природы, ее картины, посвященные российским пейзажам, не перестают радовать и восхищать посетителей. Пастельные реки и акварельные берега – это не сюжет сказки, а пейзажи Марины Вавилкиной. Полюбоваться ими пришли дети и взрослые в выставочный зал Краеведческого музея. Она пишет пастелью, гуашью, масляными красками. Есть даже воскография. Ручей в лесу буквально нацарапан на холсте, залит тушью и напитан парафином. Многослойная цветная воскография. Она производит очень эффектное впечатление, такое немножко фактурное, шершаватое движение этой картины получается. Догадаться, каким способом созданы картины Марины Вавилкиной, несведущему человеку, сложно. Но ее живопись удивляет не только техникой рисования. По словам художницы, в краски она добавляет особый ингредиент – свой восторг от российской природы. В первую очередь, конечно, я тоже получаю удовольствие, потому что, когда пишу картину, и когда она получается, создается правильно, то я знаю, что она действительно будет нравиться и другим. Анна Майорская желала успеха и автору выставки, и даже посетителям. Среди них были ученики арт-студии Марины Вавилкиной. Более 20 работ учеников выставили рядом с полотнами мастера. Чтобы вами гордились, чтобы вами радовались, восстанет пример. В кругу сызранских живописцев Марины Вавилкина слывет и художникам, и педагогам. Картины произвели мне на такое впечатление – столько любви, столько радости у них, столько цвета, цвета мгновения, счастья, которые передавались в то мгновение, когда Марина Сергеевна, когда природа и состояние дарили нам радость. «Души приют, души причал» – так назвала свою выставку Марина Вавилкина. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, телекомпания КТВ «Луч», город Сызрань. Для юных талантов открыты все двери. В Самарской области на днях прошла так называемая Детская музыкальная академия под патронажем народного артиста России Юрия Башмета. В ней принимали участие молодые музыканты в возрасте от 10 до 16 лет из стран СНГ и Балтии. Нашу губернию представляли юные исполнители из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска. Из сельских районов такая честь выпала Безенчукскому. В детскую музыкальную школу Софья Васюхина поступила три года назад. Занимается в классе Венеры Анверовны Касьяновой. «Музыка – это очень интересно, рассказывает ученица, а поэтому легко справляться с поставленными задачами. Ей не нужно много времени, чтобы выучить наизусть музыкальные произведения». Первые два класса школы Софья закончила с отличием. Неоднократно принимала участие в фестивалях и конкурсах и становилась лауреатом. Мечта юной исполнительницы – играть виртуозно. И вот она начала осуществляться. Недавно Софья вернулась с престижного международного мероприятия – шестой музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии. Ее участниками были дети из 13 стран. «Сонечка играла произведения Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха и Людвига Ивана Бетховена. Мы со своей задачей справились. Что нам дали эти мастер-классы? Во-первых, Соня увидела других детей с более высоким уровнем исполнительским». Академия длилась неделю, и все дни были насыщены. Особенно запомнились занятия. Софья посчастливилась побывать на мастер-классе белорусского пианиста Ростислава Олеговича Кримера. «Мне он очень понравился. Он такой, он любит детей, чтобы они добивались, чтобы они играли прямо хорошо-хорошо, и чтобы был результат». На академии была создана уникальная атмосфера общения юных музыкантов, педагогов, родителей. Время обучения не пройдет бесследно. Желание учиться музыке и достичь в этом искусстве совершенства укрепилось. «Я стала еще старательней, целеустремленной. Мне все очень нравится. Я стараюсь, и стараюсь, и стараюсь». Сегодня юная исполнительница готовится к новому учебному году. Летом продолжит играть, ведь занятия музыкой требуют постоянного внимания. Татьяна Нагорнова, Константин Ниськов. Телерадиокомпания «Аспект». Безенчукский район. Город Отрадный на днях встречал юных спортсменов, воспитанников секции по универсальному бою, вернувшихся с первенства мира, которое проходило в городе Медынь, Калужской области. Они боролись за звание лучших, и ожидания земляков не подвели. «Вот в ноги проходят, видите, какой хороший? Только надо было сразу на бок падать». Игорь Тараборин хорошо знает, что работа над ошибками первая, чем надо заняться спортсменам, вернувшись с соревнований. Поэтому долго отдыхать юным мировым призерам тренер не дал. Нельзя останавливаться на достигнутом. «Большие видим сдвиги. То, что я уже их вожу и на Россию, и на Европу, и на мир. И приезжают дети оттуда, третьи, вторые места. Первые не занимали, но вторые, третьи места мы всегда приводим. После этого ребенок становится какой-то взрослый». Слово тренера – закон. Неоспоримый авторитет. Игорь Тараборин заслужил своим теплым отношением к воспитанникам и мудрыми советами. «Сначала я волновался. Все время думал, что выиграю, выиграю. Потом меня тренер успокоил, сказал, не надо думать, что ты именно должен выиграть, занять первое место. Просто борись красиво, и ты сам, ну, и само собой выиграешь. Вот. Потом я собрался силами, и вот третье место». «Больше всего запомнилось первый бой, где я выиграл первого соперника самого сильного в этой категории». Привезли ребята на родную землю не только медали и впечатления, но и перспективы на будущее. Так все участники, которых, к слову, было около трех сотен, получили приглашение поступить в колледж атомной энергетики в Москве или Огненске. На выбор юных спортсменов дается около десяти специальностей. «Я не буду на полном государственном обеспечении». «Потом, говорят, они кончают колледж, ну, как они сказали, и сразу в университет поступают. Но они будут участвовать до конца, вот, спортом заниматься». Каждый год Игорю Тараборину приходится расставаться со своими воспитанниками. Они уходят в большую жизнь. Привыкнуть трудно, но мудрый тренер относится к этому как к естественному процессу жизни. «Это, конечно, тяжело. Ну, а куда деваться? Я же для детей же я стараюсь. А их будущее я не могу препятствовать. Ну, тяжело, но приятно». Добрые традиции прошлого возвращаются. Достижения в спорте снова открывают дорогу к престижным и востребованным профессиям. А это значит, что своим трудом можно достичь того, что еще вчера оказалось невозможным. Серафима Бабичева, Максим Ковальчук, телекомпания «Отрадный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова